Давным-давно, когда денег ещё не было, встретились на рынке гончар и охотник и стали торговаться. Гончар хотел кабана, а отдавал за него кувшин. Охотник не соглашался. Нет, говорит, кабан кувшину неровня. Рассудил спор торговец с солью. За кабана он дал полстакана соли, а за кувшин треть. Значит, два кабана трем кувшином соответствуют. И так охотнику меняться понравилось, что в следующий раз поймал он дичи побольше. Ну а за это сколько соли дадите? Считал, считал купец. Да, кажется, со счёту сбился. Получил за свой товар охотник мешок соли и отправился торговать по свету. Только вот незадача. Оказалось, не везде товары на соль меняют. Ацтеки всё к какао-бабам приравнивают. Вождь краснокожих попросил за свой тамагавк листья табака. Хотел охотник купить себе слона? Опять неудача. В Индии товар морскими раковинами каури оценивают. А на острове Науру, что в Тихом океане, вообще крысами расплачиваются. Нет, крыс у нас и своих хватает. И ракушки нам не нужны. Вот бы одно такое найти, что во всех странах ценится. Думал, думал охотник и придумал. Золото. Золотые камушки и размером небольшие, и не портятся от времени. Жаль только, все самородки разные. Стал тогда наш охотник золото плавить, да в круглой форме его заливать. Все слитки одинаковые получились. Точно так же и с серебром поступил. Золотые да серебряные кругляшки монетами называть стали. А когда охотнику понадобились деньги помельче, он монеты топором поделил. Так их и назвали рубленые деньги. Рубли, то есть. И другим купцам деньги, монеты понравились. Удобно торговать стало. Все бы хорошо. Да случилась однажды беда. Когда, продав товар за морем, наш охотник домой возвращался. Напали на него в лесу разбойники. Живым отпустили. Да все серебряные и золотые монеты, что с собой вез, отобрали. Поэтому в следующий раз отнес охотник все вырученные за товар монеты золотых дел мастеру. А ювелир ему расписку дал, что 100 золотых до 200 серебряных монет получил. Потом и другие торговые люди так же делать стали. А когда таких расписок много набралось, догадались ими расплачиваться друг с другом. Получилось, что небольшая бумажка могла мешок золотых или серебряных монет заменить. И носить ее легче, и прятать проще. Без золотых дел мастера сообразили, что им выгодно такие квитанции выдавать за свой процент. Они ювелиры и стали первыми банкирами. А квитанции превратились в ассигнации, бумажные деньги. А уж позже придумали, как и вовсе без купюр обходиться. Банки учет ведут, кто с кем какой суммой расплатился. А у граждан на руках банковские карточки, куда все расходы и прибыли в электронном виде заносятся. И никто при этом деньги в руки не берет. Да и за товаром за 3-9 земель уже ехать не надо. Теперь купить можно что угодно и где угодно, даже не поднимаясь с дивана. Цивилизация Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова